Вопросы благоустройства, борьба с пандемией коронавируса, развитие туризма и подписанные соглашения с побратимами из Республики Дагестан. Эти и другие темы в беседе с гостем программы мэром Карачаевского городского округа Альбертом Даддаевым. С ним беседовал наш корреспондент Мурат Женкезов. Добрый день, Альберт Асхатович. Главой Республики Рашидом Тимрезовым перед органами госвласти поставлена вся беременшая задача по улучшению качества жизни населения. Скажите, пожалуйста, какая работа проводится в округе по исполнению этих целей? Наша вообще работа администрации – это забота об улучшении жизни населения вообще. Улучшение жизни населения в себе включает много и комфортную городскую среду, и обеспечение теплом, водой, водоотведением и так далее. Ну, в этом плане, каждый день мы занимаемся так, чтобы было тепло, светло, чтобы вода была чистая, подавалась. Много проблем в этой отрасли у нас в этих предприятиях, но пытаемся их решать. Что касается комфортной городской среды, то в этом деле участвуют и федеральные деньги, за которые мы благоустраиваем в данный момент улицу Мира и семь дворовых территорий. Также в это дело включаем и деньги своего бюджета по их наличию. Сейчас благоустраиваем городскую площадь центральную, будет там поставлен фонтан. Ну, ежедневно занимаемся ремонтом. Скоро будет ямочный ремонт проведен по всему городу за опять-таки средства нашего бюджета. Ну, то есть в этом направлении работа ведется ежедневно. Ну, насколько она хороша, оценивает население. То, что делается, видно. Особенно с подачей федеральной власти, региональной власти, очень многое делается по улучшению именно городской среды. Благоустройство парков, аллей, улиц и дворов. Ставка на успешное экономическое развитие Карачаева-Черкесии сделана в том числе на туристическую отрасль. Недаром Дамбай и Архэс являются визитной карточкой республики. На ваш взгляд, что еще необходимо сделать для улучшения качества туристической индустрии? Ну, туризм у нас растет. Вот, для улучшения качества туристической индустрии, скажу прямо, у нас гостиницы и кафе достаточно. Ну, то есть спрос на них все равно есть. Нам надо бы приложить усилия для того, чтобы туризм сделать более разнообразным. Ну, развлекательные центры, туры, походы, ну, музейное дело развить. Сейчас мы ведем работу по, как получится, не знаю, по открытию 43-го маршрута. Так этот маршрут назывался Дамбай-Сухуми. Это сейчас связано с государственной границей, с его пересечением. Ну, в плане туризма, я говорю, надо более инновационные методы предлагать туристам. Информационные центры, информацию, развлекательные центры, ну, походы, туры, рекламировать. То, что у нас есть в Карачае-Черкесии, вот в этом плане мы еще сильно не развили наши дела. Альберт Асхатович, как округ пережил пандемию коронавируса? С какими трудностями пришлось столкнуться поначалу? Как вы оцениваете работу медиков и как проходит прививочная кампания? Как и вся страна, пандемия нарушила многие планы. И, к сожалению, было много и больных, и умерших. Люди потеряли здоровье. Некоторые после пандемии не могут даже толком сейчас восстановиться. Это общая беда, которая постила весь мир. Ну, округ пережил относительно других мест, я говорю, более-менее благополучно. Может, этому способствуют наши лица, хвойные и так далее. Так пережили мы пандемию, слава Аллаху. Но насчет прививки у нас дело идет не очень хорошо. Это надо признать наше население, что Карачаевского городского округа и Карачаевского района к этому относятся легкомысленно, я бы сказал. Но прививаться надо. Люди должны сами себя защищать. Сейчас уже доказано, что прививка не имеет отрицательных побочных каких-то эффектов. Но наша, я не знаю, безалаберность. Поэтому, пользуясь вашим телевидением, хотел бы призвать народ все-таки активно прививаться. Об этом ничего плохого нет. Это поможет лишний раз не потерять здоровье, не дай бог, и жизнь. Ну, медики, конечно, нагрузка на них была большая. Вся работа по преодолению этой ситуации легла на них. Ну, я бы сказал, что в сложившейся ситуации работу медиков можно считать удовлетворительной. Но я не могу сказать отлично, потому что отлично никто не сработал в стране. Потому что было много жертв, много потерянного здоровья. Ну, по сравнению с общей ситуацией, наши медики молодцы. Они работали очень самоотверженно и справились с этой проблемой. Скоро исполняется 100 лет Карачаева Черкисия. В этом году Дагестан празднует вековой юбилей. В череде юбилейных мероприятий весьма заметным стал визит делегации Карачаевского городского округа, который вы возглавили, в городской округ, город Дербент и два района, Казбековский и Левашинский. Был подписан ряд договоров. Хотелось узнать, о чем они. В Карачаевском округе еще до меня сложились традиционно дружеские отношения с Дербентом, с Левашинским районом. Мы туда прибавили и Казбекский район. То есть, мы в этом году посетили три района Дагестана. Ну, подписали договор о братских взаимоотношениях, о взаимном обмене в опыта. Значит, их интересует развитие туризма. Они считают, что по туризму мы преуспели. Действительно, по сравнению с ними у нас развита инфраструктура туризма. А нас, в свою очередь, интересовала все-таки их организация, работу. Дагестанцы все равно еще не продолжают многие работать, хотя у нас перестали. Поэтому мы с ними обменялись многими опытом, знаниями. И, в частности, мы договорились, что мы будем организовать отдых детей на Каспийском море с помощью наших друзей в Дагестане. Они будут своих детей отправлять на наш курорт Тиберду-Дамбай. Вот. Примерно вот в этом мы договорились. Также договорились о сотрудничестве в сфере бизнеса. Посмотрим, как получится. У них очень хорошо развито производство изделий из камня, строительство из камня. А у нас камня много, но этот бизнес не развит. Я их пригласил у нас развить этот бизнес. Ну, будем работать там. Что получится, посмотрим. Альберт Асхатович, спасибо за участие в нашей программе и до новых встреч.